Мой любимый Владимир Владимирович Маяковский, великий поэт революции, гениальный русский футурист, как ни странно, очень любил Париж, может быть, самый буржуазный город мира. У него было в Париже много любимых мест, и одно из них здесь ресторан La Rotonde. И сегодня это очень популярное место, здесь много людей. Вот здесь за столиком, должно быть, он сидел с одной из своих любимых женщин Татьяной Яковлевой. Татьяна Яковлева жила здесь, на Монмартре, и вот она эмигрантка из советской России, а Франция на тот момент приняла 175 тысяч российских эмигрантов. Она работала моделью Коко Шанель, а он самый главный советский поэт. Интересно, что познакомила Владимира с Татьяной сестра Лили Брик, главной женщины в жизни Маяковского. Я рассказывал о его любви к ней и дружбе с ее мужем, об их необычной жизни втроем в одном из видео серии Русский календарь. Маяковский влюбился в нее, приглашал приехать в Советский Союз, говорил, что она может стать инженеркой, но у парижской модели были другие планы. Они были вместе месяц, потом встречались еще раз. Перед смертью Маяковский снова хотел приехать в Париж, но советское правительство не разрешило ему. Скоро после этого он покончил с собой. Но это не конец истории. Когда Маяковский уезжал из Парижа, он оставил все заработанные здесь деньги цветочному магазину, чтобы они каждую неделю приносили Татьяне букеты цветов от Маяковского. И после его смерти они продолжали приносить цветы. А во время Второй мировой войны она продавала эти цветы в оккупированном Париже, и это помогло ей выжить. Я думаю, это одна из самых романтических историй, которые я знаю. Сейчас путешествовать легче, чем во времена Маяковского. Я приехал в Париж с новыми книгами и снимаю здесь для вас это видео, а вы можете приехать в Петербург в мою школу изучать русский язык и узнаете еще много интересного. Спасибо за внимание, до новых встреч, пока! Маяковский футурист высокого роста, у него новый ритм, понимать непросто. Поэт любви, и революции, и новой жизни. Одинокий, беспартийный самоубийца!